МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первыми о своем опыте работы рассказали ТОСы Ленинского района. Гостям объяснили разницу между ТСЖ и ТОС, рассказали о поддержке, которая оказывается со стороны местной и региональной власти. Первый день единения также обусловился принятием ряда важных решений. К примеру, присутствующие сошлись во мнении, что к деятельности необходимо подтягивать молодежь, а за активным развитием ТОСов видят будущее дворового спорта. А когда узнал, что ТОС, да еще за это деньги платят, то, что бабушкам можно в помощь, то, что можно поменять там скамейки, то, что можно поменять детские площадки, то, что можно эти деньги использовать на благоустройство нашего двора. И, конечно, почему бы не создать ТОС? Первое собрание в рамках местиединения прошло на улице Орлова в доме номер 2. Буквально два года назад он был признан образцовым. Сейчас жильцы дома объединились в ТОС, имя которому Орловский. Со слов его председателя Александра Козлова, примкнуть к рядам ТОСовцев настоятельно рекомендовал губернатор Сергей Морозов. Но сделать это было непросто. Дом находится на территории военного городка. Более того, он даже письма, рекомендацию комитет ЖКХ спустил, помочь организовать ТОС с тем, чтобы могли изыскать средства на вхождение в федеральные программы. Ну, получилось собрание, решение. Народ у нас дружный. То, что соседи дружны, видно невооруженным глазом. В подъезде оборудованы информационные стенды на стенах картины. Комфорт и уют также создают цветы в горшках. Напротив каждой подъездной форточки есть такая цифра. А это значит, что квартира под этим номером отвечает за чистоту данного окна. Следующий день открытых дверей ассоциации ТОСов запланирован за Свияжском районе. На данный момент в Ульяновской области зарегистрировано 152 территориальных общественных самоуправления. А проводимый месяц единения позволит увеличить их количество. Ринат Алиулова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.